Вань, пару слов вообще, общие впечатления от Евро-челленджера, ты делился уже с пресс-службой ФБУ, ну давай для нас, может быть, что-то переосмыслил, зная, что осадочек все-таки остался, да, несмотря на титул ИМИПИ? Да, осадочек остался, конечно, безусловно, хотелось забрать золотые медали, привезти их на Украину, но вот так вот получилось, я считаю, что мы сделали все, что смогли, конечно, не дотянули немножко, не хватило сил, чего-то не хватило, в общем, но я горжусь в первую очередь результатом, потому что мы проделали тяжелую работу, дошли до финала, и я думаю, не каждая сборная доходила до такого этапа. Мне было приятно играть с этими ребятами, с этим тренером, и надеюсь, что в будущем мы все-таки заберем эти золотые медали. Лето довольно насыщенно для тебя выдалось, тут и первый взрослый, да, грубо говоря, контракт с командой Суперлиги, расскажи, пожалуйста, свои мысли и эмоции по поводу предстоящего сезона. Ну, эмоции разные, потому что я вот только что вернулся в команду, для меня сбор только начинается, и, конечно, в предвкушении сезона, надеюсь, буду попадать в состав, буду получать какие-то минуты, хочу проявлять себя, хочу помогать команде, побеждать, и да. Опять про насыщенное лето, скажи, пожалуйста, ты успел хотя бы немножко отдохнуть, потому что ты буквально с корабля на бал сразу с Еврочелленджера на сбор? Ну, это не так уж долго, это все, весь вечер Еврочеллендж проходил, две недели на подготовку нам дали в Киеве, и там неделя не так уж и много, я успел до этого съездить на море, так что я немножко отошел от баскетбола в свое время, и вот сейчас возвращаюсь, и, ну, никак не влияет, но насыщенности баскетбола нету. На твоей позиции довольно серьезная конкуренция, здесь в Днепре, не боишься ли ты и чувствуешь ли за собой возможность, да, выбрать все-таки, выиграть, наверное, игровые минуты у довольно именитых партнеров по команде? Да, партнеры по команде у меня очень именитые, безусловно, в первую очередь я хочу получить опыт от них, посмотреть, как они со стороны играют, против них поиграть на тренировках, получать от них опыт, какие-то знания, и, безусловно, конечно, нужно их вытеснять, куда им этих именитых уже надо подзадвигать. Спасибо.